...свой стиль, легкий, зигзагопрадный, торпедовцы более атлетичный и силовой. Составы команд. Белийская Динамо, вратарь Ираклий Заидзе. Номер второй Каха Каладзе, третий Нукзар Лабжанидзе, четвертый Дмитрий Кудинов, пятый Мамука Мачевариани, шестой Геич Хаидзе, седьмой Йоргий Кикнадзе, восьмой Гоча Джамараули, девятый Ливан Ковиашвили, десятый Ливан Хамереки и одиннадцатый Александр Иашвили. Главный тренер команды Давид Кипиани. Состав московского торпеда. Пока посмотрите запасных. Нападающий Георгий Димитрат за тело на Иришвили, полузащитник атакующего плана. Вот эти футболисты, скорее всего, будут использованы для усиления игры во втором тайме, как это можно предполагать. В таком достаточно пассивном положении не искали паса. И, в общем-то, им пасы не предлагали. За счет этого не работали нападающие. Их очень плотно держат. Они не могут оторваться, им не могут дать пас. Вот кому-то он даже стал отходить поглубже. Ну, понятно. Я думаю, что у них есть еще около 10 минут для того, чтобы справиться с этой проблемой. Что касается... Сейчас посмотрим за розыгрышем штрафного, а потом я спрошу тебя об эмоциональных итогах первого тайма. Подает снова Джамараули, подает штрафную низом. Какой момент! И Пчельников... Пчельников роняет мяч за линию собственных ворот. Вот это да! Но этого следовало ожидать на самом деле. Владимир Пчельников. У меня не повернется язык сказать, что он подвел свою команду, потому что просто все правильно сделал Джамараули. По-моему, это он наносил удар. Да, Гочиджи и Мараули. В ближний угол. И точка-то была такая вот... Нижняя точка в нижнем углу. Пчельников ведь не мог выбивать этот мяч. Должен был его только ловить. И вот тут-то мяч и заскользил у него. Посмотрите, проскользнул между рук. Ну... Это скорее обидно. А я напомню, как развалить события. Тбилисцы очень удачно использовали стандартные положения. Неоднократно возникало стартового ворот московских торпедовцев. Самый опасный момент ворот Тбилисцев, один из самых опасных, тоже возник после штрафного удара в исполнении Бориса Вастросаблина. Это случилось в минуте на 22-й. До того момента тбилисцы полностью владели преимуществом. И вот атаки торпедовцев были скорее не атаками, а контратаками. Но вот видите, еще один опасный момент возник после того, как ошибся вратарь Заидзе. Его подвел Крунт сегодняшний. Опасный играл у торпедовцев Камнев. Хотя он сегодня играет не в атаке, а на краю полузащиты. Вот несколько раз у него... Он выходил на очень хорошую позицию, но никак не мог нанести удар. Вот... Ну и... Гол ворот торпедовцев тоже был забит после того, как уже нашего вратаря, нашего российского вратаря Владимира Пчельникова подвела погода. Вы видели, что он уже накрывал мяч в ближнем углу, но выронил его в ближний же угол своих ворот. Вот в перерыве Олег Шеренбеков, игрок торпеды, не принимающий участия в этом матче, трактовал это как ошибку Пчельникова. Я не вполне с ним согласен. Конечно, вратаря должен делать поправку на погоду, но... Всего ведь не угадаешь. Пчельников все делал правильно, отбить мяч невозможно было. Ну и в конце первого тайма у Тбилисцев было... Несколько раз так играл Джимара Воли в этом матче, и один из случаев, конечно же, должен был принести команде успех. Вот таких атак тоже было много в исполнении Тбилисцев, когда им позволяли бить в условиях разреженной обороны, поворотом с весьма ударной дистанции. Вот таких проникновений штрафную тоже было много. В обороне практически ничего не получилось у торпедовцев в этом матче. Вот то, как раз, на что Тбилисцы должны были сделать ставку, все это и было сделано. Кстати, вот еще один такой же удар, даже со штрафного Джимара Воли. Как только кто-то из дистанционеров обыгрывал своего опекуна, моментально возникала острота. Вот Кабиашвили снова с мячом, снова он в штрафной, опять он ушел от защитников, и при показе из воротов очень хорошо видно, что... Ну, трудно, трудно это интерпретировать, но точно совершенно видно, что торпедовский защитник в мяч не попал. У торпедовцев же получались вот такие вот, достаточно направленные удары, но если направленные, то не сильные, но усилия этого 12-го игрока оказались бесплодными. Ну и, наверное, еще я должен отметить тот факт, что даже после второго тайма торпедистские динамовцы имеют преимущество и по количеству угловых, и по ударам-поворотам, и по ударам в створворд, и офсайд только один был на их счету. Мы его прекрасно помним, это было в самом конце второго тайма. Субтитры создавал DimaTorzok